Юрий Игоревич Комаров с докладом. Опыт Национального медицинского исследовательского центра Петрова по оценке онкологической службы в регионе. Пожалуйста, Юрий Игоревич. Да, я скорее всего не расскажу о том, какие у нас предварительные результаты или вообще в целом результаты нашей работы, потому что работа продолжается. Но хотелось бы начать сначала. В 2017 году был переименован МИС и переделана функциональная обязанность центра в Национальный медицинский исследовательский центр. И, соответственно, были переданы полномочия определенные в рамках выполнения плана, утвержденного Минздрава. И сейчас хотелось бы спросить, кто из сидящих в зале понимает, чем занимаются Национальные медицинские исследовательские центры. Хорошо. Тогда мне, с одной стороны, будет проще, с другой тяжелее. Для общего понимания у Национального медицинского исследовательского центра достаточно много обязанностей и много задач. Но одна из них, и, можно сказать, основная, это оценка качества медицинской помощи и создание различных мероприятий, направленных на повышение этого качества в регионе, путем создания и определенных программ, по скринингу, диспансеризации и курации субъектов. Соответственно, с целью реализации этой задачи мы осуществляем выездные мероприятия. Вот аудиты нельзя говорить, можно говорить о оценке онкологической помощи. И я начну сейчас вот уже с результатов и дальше расскажу, как мы это делаем. За нашим национальным центром закреплено 19 субъектов, это Северо-Западный федеральный округ, Южный федеральный округ. И при проведенной оценке, вот можете посмотреть, качество хирургического лечения составило 83%. Это из тех субъектов, которые мы уже оценили. Мы провели оценку 12 субъектов из 19, осталось уже немного. И, как вы видите по графикам, качество хирургического лечения различное. Мы специально не стали указывать, какие это субъекты. И качество хирургического лечения вы все знаете, как можно оценить. Примерно, да, то есть каким приказом мы руководствуемся для оценки качества медицинской помощи. Кто знает, где указаны критерии качества медицинской помощи. Соответственно, по ней можно оценить субъективно хирургическое лечение. И, соответственно, мы оцениваем при выезде субъекта также качество лекарственного лечения. К сожалению, те показатели, которые указаны в приказе, по ним нельзя оценить именно лекарственное лечение. Поэтому нашими специалистами были в рамках, опять же, функции Национального медицинского исследовательского центра и создания новых критериев, были опробованы критерии по оценке лекарственного лечения. Как вы видите на графиках, лекарственное лечение соответствует в субъектах на 81-1%. Мы не говорим о применении схем лекарственного лечения и, соответственно, о лекарственном обеспечении. Мы говорим только, как назначают лекарственное лечение, соблюдение сроков, соблюдение режима введения. Как вы понимаете, 19 субъектов мы оцениваем по всей онкологии. Документов достаточно много и достаточно тяжело с точки зрения организатора здравоохранения это все объединять в какую-то одну, один итоговый отчет. И с этой целью уже в 2017 году мы озаботились тем, чтобы как-то этот процесс автоматизировать. Те, кто работают у нас в субъектах, в принципе, уже сталкивались с нашей системой, это главные штатные специалисты. И, соответственно, для вас сегодня мы специально сделали адрес сайта, логин, пароль. Те, у кого есть мобильные телефоны, могут сфотографировать QR-код, вас сразу переведет на этот сайт. Вы можете посмотреть по тому, как работает система. Если все успели сфотографировать, мы разработали эту систему. Разработка системы началась у нас с 2017 года. К сожалению, на тот момент у нас не было информации ни по единому цифровому контуру, ни по тому вопросу, который вчера докладывала Инна Владимировна о едином цифровом контуре. Поэтому в 2017 году мы планово начали развивать систему. Суть системы – это отчетные формы. Мы разделили на три уровня. Первый уровень – это ЛПУ. Первого уровня, которые должны вносить информацию по своей структуре. Второй уровень – это регион, доступ у главных нештатных специалистов, у главных онкологов, руководителей диспансера, которые также заполняют по своему профилю формы и, соответственно, могут смотреть о том, что происходит в их подчиненных учреждениях. Ну и федеральный округ. То есть, прежде всего, конечно, мы эту систему разрабатывали для себя. Достаточно тяжело даже тем составам специалистов, которые есть у нас в центре, мониторить и следить за показателями в 19 субъектах одновременно. Поэтому в 2019 году, когда у нас уже в плане обязательно выезда во все субъекты, мы уже с января начали работать в этой системе. Что эта система позволяет? То есть, вот так вот выглядит у нас отчет. Пока у главных нештатных его нет, но мы в ближайшее время его сделаем. Первое – это по заболеваемости. Мы ежеквартально собираем отчеты от главных нештатных специалистов, направляем их главному нештатному специалисту в Министерство здравоохранения, и дальше уже они идут в Министерство. То есть, такая оперативная отчетность. Соответственно, здесь можно следить за динамикой показателей по накопленному контингенту в периоде, соответственно, за год, и определенные показатели отсюда уже в визуальной информации представлены. Также здесь у нас идет техническое обеспечение субъекта по направлениям. Это КТ, МРТ, маммография, то, за чем мы должны следить. Ну и, соответственно, укомплектованность персоналом в зависимости от уровня, который вы смотрите. Либо это первичные онкологические кабинеты, либо это, как в нашем случае, целиком субъект. Ну и, соответственно, то, что у нас сейчас сделано, мы, к сожалению, не имеем доступа ни к ЕГИССЗ, ни к ФРМР, ни к ФРМО, поэтому данные, которые вносятся в систему, могут отличаться от статистики. Мы сейчас с этим вопросом пытаемся побороться. Соответственно, данные по специалистам, данные по оборудованию вносятся с специалистами в субъектах и, соответственно, по федеральным отчетным формам, которые нам предоставляются. И, соответственно, то, о чём я говорил. Значит, мы сделали так называемые чек-листы для наших специалистов, то есть каждый специалист, который приезжает в субъект, он заходит в систему, мы делаем выборочный анализ истории болезни по основным направлениям, локализациям. Это рак молочной железы, это рак лёгкого, колоректальный рак, меланома и редкие опухоли. Вот мы у себя в центре решили, что это герминогенные опухоли, для того чтобы мы могли контролировать качество лечения, потому что редкие, но излечимые. Ну и, соответственно, редкие опухоли – это сарково-мягкие ткани, которые, в принципе, в субъектах достаточно тяжело лечатся, потому что нет специалистов, которые могли бы адекватно оценить. Ну и, соответственно, на основании 203-го приказа мы сделали чек-лист, который оцифровали, и, соответственно, по результату этого чек-листа выходит оценка по каждой истории болезни отдельно, какой процент, качество, полноты этих критериев. Я уже сказал, что, к сожалению, эти критерии, их тот разрабатывал, мы при этом не принимали участие, и поэтому для онкологического пациента, скорее всего, этого недостаточно. И, соответственно, опять же, возвращаемся к плану работы национального центра, что мы можем инициировать процедуру внесения каких-то критериев своих, поэтому сейчас мы разрабатываем критерии, которые могут оценивать именно качество оказания онкологической помощи в субъектах. Ну и, соответственно, по химиотерапии. Нашими специалистами были разработаны также дополнительные чек-листы, по которым можно оценить, как проводятся лекарственные лечения. Эти чек-листы сформированы на основании рекомендаций клинических Росминздрава, Ассоциации онкологов России, и, соответственно, введены в систему. Также по ним можно оценить каждую историю болезни отдельно, и, соответственно, в целом за учреждение. Также с 2017 года мы уже озаботились тем вопросом, чтобы у нас были какие-то системы принятия врачебных решений, прежде всего для нашего первичного звена, для того, чтобы специалисты, которые приходят, пациенты приходят в наш центр, могли попасть к специалисту первичного, ну у нас первичный онколог, который принимает на приеме в поликлинике, он мог бы выбрать определенные позиции, которые характерны для этого заболевания, и, соответственно, дальше это все автоматизировалось в направлении и в направлении в центре. Сейчас это у нас, опять же, пилотный вариант. Однако мы сейчас при разработке критериев качества также подумали о том, что, ну, системы принятия врачебных решений – это хорошо, это будет большая помощь первичному звену, дальнейшему для пациента, но эти критерии можно использовать и в качестве критериев качества, потому что если для определенной залоги что-то не сделано, то, соответственно, можно сказать, что качество оказания медицинской помощи не соответствует тем нормативам, которые необходимы. В данной системе мы использовали несколько источников данных – это рекомендации АОРА, это рекомендации РУСКА, рекомендации международных ассоциаций по профилю, в основном это НССН, и, соответственно, по нозологиям. Рак молочной железы – это РОМ. И сейчас мы в тестовом режиме для аудитов, для оценки медицинской помощи мы будем использовать, скорее всего, часть истории мы будем проверять по данным чек-листам. Также, опять, мы сделали для себя, но сейчас вы можете также перейти на эту страницу, сайт, который мы сделали на основе данных, публикуемых Андреем Дмитриевичем из злокачественного образования в России. Мы взяли данные с 2007 по 2017 год и их визуализировали. Опять же, это для удобства работы, прежде всего, наших специалистов, чтобы они не смотрели в справочники, могли зайти и взять любую информацию самостоятельно, а также могли построить тренды для того, чтобы можно было посмотреть, как меняется ситуация в целом по стране и, соответственно, по субъектам, по полу, по возрасту и по локализациям. Еще раз обращаю внимание, что это неофициальная статистика, это информационный ресурс, поэтому, если вы найдете какие-то ошибки, замечания, мы его постоянно дорабатываем, поэтому просьба переслать нам на электронный адрес, который будет в конце. Перспективы. Мы сейчас ожидаем о том, что будет запущен информационный цифровой контур «Единый», мы активно включились в работу, однако сейчас, пока до запуска «Единого контура», нам необходимо проводить оценку, в том числе лекарственного лечения в субъектах. Соответственно, мы разработали небольшой модуль к нашей системе по оценке онкологической помощи, которая может анализировать реестры счетов, которые выставляются в субъекте в каждом учреждении. Опять же, мы не забираем никакие персональные данные, система автоматически считает, дает только отчет. Это сделано с целью чего? Первое, для того, чтобы оценить индивидуально у каждого пациента информацию по лекарственному лечению. Это соблюдение сроков, межинтервальных промежутков. Это соблюдение и соответствие кодов КСГ профилю пациента. Это, как вы видите, смена лекарственного лечения. То есть, когда происходит, например, в субъекте смена фолфокса на фолфире и дальше опять фолфокс. То есть, нет какого-то препарата, в регионе заменяют препарат, а дальше препарат появляется, они переходят обратно на эту схему лечения. Когда идет достаточно большой объем данных в ручном режиме, нам это никак не оценить. Поэтому мы сделали такой небольшой модуль, но я думаю, что когда у нас появится единый цифровой контур, то, соответственно, это у нас уберет все эти вопросы, и, соответственно, мы сможем над этим работать. Также, для чего мы это сделали? К сожалению, сейчас у нас нет никаких нормативных документов для того, чтобы из ОМС получить эти реестры счетов и отчеты. Поэтому при оценке именно лекарственного обеспечения, ну, к сожалению, у нас других механизмов нет. И, опять же, из перспективы. Много говорили про САОПы, много говорили о том, как же их делать, где их размещать, как рассчитывать потребность. В основном то, что мы смотрели по региональным программам и по планам субъектов САОПы, ну, опять же, понятно, из-за чего это сделано, из-за удобства управления ими, они делаются в крупных районных центрах. И, соответственно, забывают о том, что САОПы были прежде всего сделаны для того, чтобы медицинскую помощь по профилю онкология донести как можно ближе к пациенту. То есть задача какая, я считаю, что если у вас нет где-то онколога и большой куст пациентов, которые не охвачены, у которых далеко добираться до диспансера, необходимо делать свои мероприятия организационные так, чтобы там разместить САОП. Понятно, что кадровые проблемы, понятно, что проблема с обеспечением оборудования, но это как раз и приведет к тому, чтобы максимальную помощь донести до специалистов. Мы взяли тестовый регион, карта, для чего это все сделано. В северо-западном федеральном округе достаточно большая проблема – это плотность населения и расстояние. Например, там поперечник Вологды от районного центра Вологодского до крайнего района ориентировочно 600 километров. Летом можно доехать только на автомобильном транспорте в течение 6 часов, зимой, как сказали, там можно и 8, и 10 проехать. Железнодорожного сообщения прямого нет. Все пациенты направляются в Вологодский онкологический диспансер. Сейчас мы специально для того, чтобы облегчить и главным университетным специалистам работу, и нам с целью того, чтобы посмотреть, как и где целесообразно ставить САОПы, мы разрабатываем систему, которая позволит определять маршруты движения пациентов. И, соответственно, когда нам дают данные, например, что в этот САОП пациенты будут ехать из таких-то районов, то от этих районных центров мы строим маршруты до САОПы и смотрим, как обеспечена эта дорога транспортом. То есть мы смотрим, есть ли автобусное сообщение, сколько это будет на машине. И, соответственно, вот здесь вот как пример, мы взяли ТОТМУ Вологодской области, которые должны в САОП Вологодского областного онкологического Вологды ехать. На машине это примерно 2 часа 36 минут, 210 километров. Прямого сообщения общественного транспорта нет. То есть вопрос, как пациенты будут туда добираться. Соответственно, я надеюсь, что в ближайшее время мы эту систему доработаем, что это будет интерактивная карта, которая будет строить маршруты. Вы будете видеть насчет того, куда какие пациенты двигаются. Мы будем видеть, правильно ли выбран в принципе САОП. И здесь вопрос к обсуждению. Это по времени достижения к САОПу. То есть какой взять интервал. То есть мы считаем, что 3 часа еще пациент может приехать. Если все, что больше 3, то это уже вызывает проблемы. И проблемы это вызывает такие, что, например, когда мы видим, оцениваем заболеваемость, смертность и выявление на ранних стадиях, и на активное выявление. Получается, что районы, которые находятся в отдалении онкологических диспансеров, особенно когда на протяжении 6 часов нужно ехать, выявление злокачественных образований активно практически 2-3%. А выявление на поздних стадиях, например, по раку легкого, колоректальный рак даже, по идее, где мы обсуждали диспансеризацию и тестирование на скрытую кровь. У этих районов третья стадия колоректального рака за 60-70%. Получается, либо они не проходят диспансеризацию, либо они прошли диспансеризацию, получили положительный результат на калу, на скрытую кровь, а уже на эндоскопию в районный центр они уже не поехали. Соответственно, для чего это делается, непонятно. Я надеюсь, что вот эта карта, опять же, она как один из инструментов поможет нам сформировать и лучше понять ситуацию в субъектах. Ну и благодарю за внимание. Электронная почта, если вы нашли какие-то ошибки в наших программах, то просьба прислать информацию, мы ее отработаем и, соответственно, дадим обратную связь. Благодарю за внимание. Если есть вопросы, я с радостью на них отвечу. Спасибо, Андрей Григорьевич. У меня очень короткий вопрос. Вы можете оценить, кто проходит диспансеризацию или нет, из больных, которые поступают? Я думаю, что это очень важно. Смотрите, значит, по диспансеризации мы являемся национальным медицинским исследовательским центром профилю онкологии. У нас есть центр по профилактической медицине. Соответственно, этот центр занимается как раз диспансеризацией, организацией диспансеризации. На встрече с Вероникой Игоревной этот вопрос поднимался, что онкологи тоже должны смотреть. Но, к сожалению, мы не можем в каждом субъекте отдельно оценить качество проведения диспансеризации. То есть у нас... Я не этот вопрос задаю. А вот конкретный больной, которого, так сказать, попал в вашу сферу внимания, вот он прошел диспансеризацию вот по конкретной, вот у него колоректальный рак, он прошел диспансеризацию? Эта информации у нас нет. Она будет вот в едином цифровом контуре у Инны Владимировны. Когда у нас он заработает, и мы будем видеть, что... Ну, опять же, это связано из законов персональных данных. То есть мы не собираем персональные данные пациентов. Это можно... Субъект может все оценить. Мы можем оценить только глобально. О том, что дошло там столько-то процентов пациентов, там сделаны исследования, столько-то случаев, а конкретно по пациенту мы не видим информации. Спасибо. Пожалуйста, еще вопрос. Долгов Дмитрий Алексеевич, Санкт-Петербургский городской клинический онкологический диспансер. Юрий Игоревич, большое спасибо за доклад. Проделан огромный труд, и я надеюсь, он сдвинет действительно вперед всю систему. У меня из нескольких разделов вопрос. Первый – это касательно качества медицинской помощи, потому что существует много терминов, которые к ней относятся. Вы сослались на оценку. Изначально вообще во всех федеральных документах была заложена экспертиза, которая чуть-чуть глубже. Я хотел задать про один тонкий аспект экспертизы. Это оценка достижимости результата. Какую достижимость правильнее ставить в случае лечения онкологического пациента? Да, я понял. Экспертиза, то, что вы говорите, это в основном задача территориальных фондов, которые направляют экспертов для оценки выполнения определенных показателей, критериев. Соответственно, 203-й, почему мы говорим, что его нужно менять и нужно добавлять какие-то качественные показатели, потому что это только соблюдение и несоблюдение какого-то регламента. И, соответственно, для того, чтобы можно было либо взыскать, например, средства с больницы, не доплатить, но именно для оценки качества он не используется. Мы говорим о том, что критерии качества с точки зрения именно онкологов. То есть мы не стремимся кого-то наказать, мы стремимся изучить ситуацию в целом. Сейчас, так как мы первый раз делаем выезды в субъекты, мы собираем информацию, у нас есть определенный процент, который я вам показывал на слайдах. Соответственно, в будущем, когда мы будем еще раз выезжать, это будет базовое значение, ниже которого не должно опуститься. Будем по тем же самым критериям. И, может быть, по доработанным, но это будет уже в дальнейшем. Это именно качество оказания. Спасибо. И вопрос касательно не лечебных мероприятий, а диагностических, потому что и в программе Санкт-Петербурга. И в целом, мне кажется, это логичный вопрос, то, что периодически верхнеуровневые медицинские организации предъявляют высокие требования к качеству диагностических заключений. Я сейчас говорю о лучевой диагностике и о морфологической диагностике. Как можно использовать силы, разработанные вами системы, и силы, потенциально, надеюсь, объединенного единого цифрового контура для именно снижения количества диагностических ошибок, дефектов или недоработок? Спасибо. Да, прежде всего, опять же, мы сейчас говорили именно об экспертной оценке субъектов с точки зрения работы Национального медицинско-исследовательского центра. То, что вы говорите, это работа референсных центров. Например, по патоморфологии сейчас создается референсный центр в субъектах и федеральный референсный центр на базе нашего МИЦа. Соответственно, оценка эта будет производиться уже фактически по результатам выборочного анализа ваших, ну, например, для города Санкт-Петербурга, там выборочная оценка ваших гистологических препаратов. Здесь, к сожалению, не запланирована ни подгрузка препаратов, ни направление их куда-то, и мы это оценить не можем. То же самое с лучевой диагностикой. У вас есть референсный центр, то, что сказали, в городском онкологическом диспансере, куда направляются снимки для второго мнения. То же самое будет создано у нас. Мы можем потом удаленно при взаимодействии между субъектами это оценить как-то. Но в рамках именно нашей выездной работы это не проводится. Спасибо, Юрий Игоревич. Последний вопрос, пожалуйста. Юрий Игоревич, добрый день. Дронов Николай Петрович, движение против рака. У меня знаете какой вопрос? Вы абсолютно обоснованно заметили, что вы лишены в значительной части использовать информационный массив данных системы ОМС, да, считай и прочее. Скажите, пожалуйста, вопрос, немножко прикладной. Для вашей методической работы, именно для выполнения функции Национального медицинского исследовательского центра. Вам необходима эта информация? Вам необходима информация о результатах экспертизы качества медицинской помощи, проводимой страховыми медицинскими организациями? Ну, конечно, это необходимо. И, в принципе, опять же, есть протокол Министерства здравоохранения, где поручено, чтобы все службы оказывали максимальное содействие. Я надеюсь, что будущие наши визиты будут уже полноценными, с полноценной информацией. Ну, есть, конечно, которые мы решаем сейчас. И, кстати, по работе с пациентами, опять же, мы активно работаем с пациентами и с их жалобами, то есть, мы отслеживаем в социальных сетях, если есть какие-то комментарии про службу, если это касается наших округов, соответственно, при выездной работе мы уже начинаем уточнять эти вопросы. Спасибо. 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 Спасибо.